Здравствуйте! Место встречи на Афонтово. И сегодня говорим о жилой застройке в Красноярске. 2008 год богат на разного рода строительные перемены и передряги. Люди в разных районах города выступают против новых строек, требуют, чтобы не дома росли, а школы и больницы. И сегодня в нашей студии представители власти, застройщиков, эксперты и представители, как правильно сказать, граждан-проектовые, арт-проектировщики. Накануне чиновники мэрии предложили, жители, я сразу хочу что сказать, что жители будут с нами на прямой связи со студией в режиме прямого включения. Мы в студию их не позвали, потому что каждый человек захочет обсуждать, конечно же, свой конкретный пример, а нам надо как-то в целом понять, как жить будем. Поэтому школ, садов и поликлиник буду, я за всех, видимо, одна здесь требовать, как счастливый житель Пашинова. Накануне чиновники предложили депутатам городским отказаться от публичных слушаний по проектам застройки микрорайонов. И поэтому начинаем мы с традиционного блиц-опроса. И опрос очень простой. Нужны ли публичные слушания по проектам застройки, планировок, вот по такого рода документам? Давайте вот так вот, Олег Николаевич, с вас и пойдем. Нужны? Нужны. Подтверждаю. Нужны. Нужны. Да. Да. Нужны, но нужно процедуру совершенствовать. Хорошо. Давайте тогда выслушаем, что думают все-таки люди, да, жители, в частности, на прямой связи с нами, жители Южного берега, в их районе прошли последние публичные слушания. И давайте послушаем их, как они считают, эффективна ли такая вообще процедура, как публичные слушания по проектам застройки. Что думают люди? Ирина Денисенко вместе с ними на прямой связи. Ира, тебе слово. Сейчас мы находимся на Южном берегу, и рядом со мной жители Южного берега, которые не так давно участвовали в публичных слушаниях, которые, я напомню, проходили в администрации Свердловского района. Велось очень бурное обсуждение, жители активно выступали. Ну и плюс к тому, что был огромный ажиотаж, и мест в зале не хватало. Вот рядом со мной как раз жители, это Людмила Скобенко, Олег Шевиков и Евгений Калиновский. Давайте, Людмила, с вас начнем. Какие ваши впечатления от публичных слушаний, и не лучше ли сделать обсуждения общественные? Я считаю, что публичные слушания обязательно нужны, потому что это единственный сейчас механизм, где народ действительно может высказать свою позицию по застройке, оказать какое-то влияние на застройку своего района, где мы живем, чтобы нам было здесь комфортно и удобно жить дальше. Поэтому я считаю, что необходимо обязательно оставить публичные слушания и опять же сделать эту процедуру максимально прозрачной, чтобы ни у одного участника не было сомнений в ее правдивости результатов этих слушаний. Спасибо большое. Олег, вот вы тоже присутствовали. На публичных слушаниях какие ваши впечатления, не лучше ли действительно общественное обсуждение? Ну, вы знаете, присутствовал на общественных слушаниях, впечатление очень тяжелое, потому что не совсем было все понятно, как организовано, не совсем было все прозрачно. На нас посыпались также обвинения, что мы безграмотные, толпа. Но вообще была у вас возможность ознакомиться с какими-то документами? Вы как-то предварительно готовились? Предварительно мы готовились, но то, что как надо было правильно подготовиться, все-таки понимания, наверное, у большей части у нас не было, потому что если бы мы были готовы, то мы бы задали, скорее всего, правильные вопросы, на которые бы получили ответы, может быть, грамотные или нет. Но все-таки я считаю, что у нас была возможность в лицо сказать людям, представителям, которые предлагали этот проект, что мы недовольны той ситуацией, что сейчас происходит на данный момент. И, возможно, нас услышали, раз в такой очень, за такой короткий срок и в оперативном порядке решили поменять процедуру все-таки вот этих общественных слушаний. Но все-таки очная ставка, по вашему мнению, очень важна. Евгений, ваше мнение, важно ли лично встречаться с застройщиком? Ну, я, во-первых, соглашусь с соседями. Я считаю, что вообще при обсуждении тем, которые касаются большого количества жителей, власти необходимо слышать людей, которые живут в городе, потому что мы все любим этот город, хотим здесь жить, никуда не собираемся. И поэтому, как мэр, в принципе, ведет сейчас такую политику, он слышит, и в инстаграме даже мне, помню, пару раз отвечал. Поэтому я не хочу, чтобы власть закрывалась, я хочу, чтобы она нас слышала. Но самое главное, чтобы в контексте общественных обсуждений власть тоже слышала, таково общее мнение жителей Южного берега. Студия, вам слово. Ирина, спасибо. Итак, у нас удивительное, прям удивительное единение, единодушие, и все говорят, что нужно с народом обсуждать, нужны публичные слушания. Но, для примера, давайте мы попробуем найти на сайте мэрии, мы сейчас, конечно же, начнем уже конкретным вопросом переходить. Для примера, давайте попробуем найти на сайте мэрии, покажут нам сайт мэрии, скажите мне, объявления о слушаниях. Легко ли их найти? Смотрим. Значит, на сайте администрация города. Нужно найти раздел «Город сегодня», открыть его, потом найти раздел «Городостроительство», открыть его, и найти потом раздел «Публичные слушания». А вот там уже, вот видно сейчас таким мелким, убористым шрифтом, нужно искать среди информационных сообщений. То есть, в общем-то, если не знать, вот здесь, да, тоже видно, если не знать, то задача эта не из легких. И, конечно же, у меня вопрос к представителям власти, зачем такая сложная вот эта вот процедура, как найти общественные слушания, узнать, когда они, где они. Почему не сделать хотя бы вот на входе эту информацию более открытой, не знаю, там, в соцсетях опубликовать, сейчас же все там сидят, все увидят, все узнают, а не прятать это в недрах сайта администрации? – Именно на это нацелена сегодня проводимая работа, поскольку со старта смены команды в городе вопросов к самому сайту было очень много. Понятно, что процедура корректировки всего дерева задач по сайту, она достаточно продолжительна во времени. В ближайшее время эти результаты будут доступны общественности в виде уже апгрейда и более понятная и логичная будет сама структура сайта. Кроме этого, вы абсолютно правы, будут специально проводиться дополнительные анонсы в мессенджерах и в других средствах информации о проводимых знаковых публичных процедурах. – Так, ну а теперь тогда скажите, вчерашнее предложение все-таки отказаться от публичных слушаний в том виде, в котором они сейчас проходят, она почему? Она зачем? Почему решили отказаться? – Как говорится, если со старта определиться в определениях, то тогда как минимум можно будет исключить 50% недопонимания. – Давайте. – Речь идет о том, что все предложения как раз и направлены на учет мнений жителей о более расширенном проведении процедуры публичных слушаний. Я напомню, что суть новелл заключается в следующем. Результат работы проектировщиков будет выноситься не на общую площадку единожды и сразу в конце работы, а предполагаемые изменения будут выставляться на дополнительных демонстрационных площадках на сайте администрации Красноярска. И в рамках госуслуг будет возможность направлять замечания и предложения как в интерактивном формате, так и путем личного обращения. Сохраняется процедура личного обращения, либо коллективного обращения. Кроме этого, консультанты на демонстрационных площадках будут проводить консультации конкретно персональные, кроме этого и принимать замечания по ходу проведения этих консультаций. Вот такой предполагается алгоритм. Поскольку тема проведения публичных обсуждений предполагается на всем периоде этих слушаний, нам казалось, что очная ставка, как вы ее назвали, в конце этой процедуры была бы излишняя. Но в обсуждении, в том числе с депутатским корпусом, мы пришли к взаимному пониманию, что мы сохраняем и этот механизм. То есть по итогам все жители, кто желает, соберутся в какой-то одной аудитории, где будет проект, и все будет в том же порядке, как и сейчас? Те люди, которые не получили в силу каких-то причин ответы в процедуре проведения публичных обсуждений, либо те люди, которые хотят убедиться, что их пожелания и замечания были учтены, безусловно, могут это осуществить именно в личном, в общем обсуждении. Так, а вот скажите, пожалуйста, кроме того, что сложно информацию на сайте найти, вот у меня на самом деле вопрос ко всем собравшимся, да? Что еще не так в том, как сейчас проходят публичные с... как вы правильно сказать? Как правильно сказать? Давайте мы 50%... Общественные обсуждения. Во-первых, они, конечно же, я так понимаю, носят рекомендательный, чистый характер, и их можно учитывать, можно и не учитывать, но тем не менее, практически после каждых больших вот таких общественных обсуждений задаются вопросы, и в частности, вот житель Южного Берега, он четко сформулировал одну из претензий к жителям. Вы не специалисты, что с вами обсуждать, условно устраиваете, не знаю, балаган, да, все кричат, никто ничего не понимает. А как считаете, все-таки, насколько вот эта процедура такая, какая она есть сейчас, она рабочая процедура? Кто? Ну, я могу ответить. На самом деле, публичное слушание по знаковым вопросам проходит всегда с аншлагом. То есть мы должны... вы должны были это заметить. У нас процедура публичных слушаний проводится не только по каким-то знаковым вопросам, а есть публичные слушания, которые проводятся по, например, маленьким земельным участкам, там, отступ от красной линии, там, какие-то предельные параметры, то есть частные вопросы. Но они и без аншлага проходят, правильно? Они проходят без аншлага. Да, соответственно, туда и не приходит никогда большого количества населения, но есть обязательства всех соседних, все соседние земельные участки оповещать, да, и они, в общем-то, должны быть уведомлены специально, письменно. Поэтому говорить о том, что там какие-то вопросы соседей не обсуждаются, это неправда. То есть сами публичные слушания, они... почему сейчас этот процесс и идет об изменении процедуры? То есть чтобы были обсуждения, и как то, что мы сейчас услышали от Олега Николаевича, и в конце кульминации уже будет публичное слушание. И это позволит людям изначально задать вопросы, разобраться, и уже на публичных слушаниях балагана не будет. Вот это мое мнение. То есть это нормальная процедура, которая сейчас согласована с депутатами и полностью... Юрий, что скажете, как думаете? Я скажу, что даже сейчас в действующем регламенте публичное слушание – это не только их очная часть. Это еще и заочная часть, которая там за сколько-то дней до этой очной начинается, и сколько-то дней продолжается. То есть, в общем-то, основные изменения, они произошли в механизме вот этого заочного обсуждения. Почему? Потому что люди вот эту очную часть переоценивают. Они считают, что вот мы сейчас придем, за эти полтора часа мы должны сказать решающее слово «да» или «нет», не успев не ознакомиться с информацией, не ее как следует переварить. При этом, ну, как бы, другая сторона публичных слушаний тоже не готова, как правило, в должной мере и эту информацию представить и разъяснить. Идея в том, чтобы свести это обсуждение, точнее говоря, не к этим полутора часам, которые превращаются в крик, а вот в какой-то растянутый, более или менее содержательный процесс, в ходе которого можно более открыто знакомиться с информацией и более детально ее обсуждать. Я считаю, что это тоже рабочая такая история, не за несколько дней открывать обсуждение, а вот то, что... Ну, я считаю, что оно формально так и есть, просто делается как-то вот очень интересно, в восемь кликов, вот это вот такое, можно считать это в четыре клика, как вы говорите. Нет, но сейчас же должно быть все в один клик, и у себя на телефоне, чтобы открылось. Вот я к тому же, и даже само обсуждение изменений вот этой процедуры, которая сейчас происходит, тоже могло бы пройти чуть более открыто, я считаю. Вот мы тогда вносили же на общественной палате, на комиссию Горсовета предложение о совместной рабочей группе. И мы в каком-то смысле довольны, что многие такие предложения участников общественной палаты нашли в этом, как бы, свое отражение. Но ощущение, что не посоветовались, осталось. Осадочек остался. Так, пожалуйста. Вы знаете, вообще говоря, процедура публичного слушания, которая действует сегодня, она предполагает самое главное, выяснение мнения жителей. А она, как правило, завершается голосованием, да или нет, за или против. А мнение жителей, после того, как проект закончен, уже вообще говоря, подставляет проектировщика к тому, что он что-то не сделал, а мнение жителей он не услышал. С другой стороны, значит, вот процедура, она утверждена Горсоветом. И она совершенно не три дня дает ознакомиться, а от трех месяцев до месяца. И материалы лежат на сайте, другое дело, вот, может быть, их сложно найти, да. И люди приходят неподготовленные, не познакомившись. Эта процедура, которая сейчас длится, она должна уже, ну, как бы, люди должны подготовиться. То есть население, оно тоже мы должны понять, все с вами, как население, что мы должны готовиться к тому, чему идем, мы должны работать по предмету проекта, а не по проблемам города вообще. Так а в чем тогда новинка, если сейчас три месяца нужны, у вас... Вот новинка как раз, подождите секундочку. Новинка как раз в расширении возможности ознакомления с проектом, в привлечении, например, общественных организаций, которые могут, например, Союз Архитекторов, может собрать под своей крышей тоже специалистов и обсудить по желанию, увидев материалы, размещенные на... То есть более открыто все это будет. Да, конечно. И больше, как Олег Николаевич пояснил, больше возможностей ознакомиться с проектом. И самое главное все-таки, выяснение мнений жителей, мне кажется, что вот в этой процедуре, которая сейчас разрабатывается, необходимо вот это, когда мы говорим, мы для выяснения мнения жителей, его как-то включить, может быть, раньше, чем готов проект, может быть, знакомить немножко раньше, потому что когда проект готов, тогда не говорить, что проект сделан отвратительно, его нужно дорабатывать. Нет, вот на последних слушаниях, которые сказаны, что так, на доработку, вот мне хотелось услышать, потому что это огромный проект, хотелось услышать именно мнение жителей. И мы до этого месяц работали, к нам жители ходили, мы их внимательно слушали, внимательно видели, как поправить, и в итоговом совещании, просто мы все должны быть готовы к обсуждению конструктивному, как проектировщики, как власть, так и жители. И решать проблемы не по предмету, вот это отвлекает нас. Ну, жители же небезосновательно нервничают, мы же все понимаем, да, когда садов и школ не хватает, и дорог тоже. Вы первые подняли руку, Евгений, да, извините, да, говорите. Когда говорят, что некоторые слушания заканчиваются балаганом, это иногда действительно так, и потому что фактически они носят формальный характер для и застройщиков, и для администрации. Люди приходят в надежде проголосовать, они действительно не понимают, что они должны прийти с мнением. Но это мнение они не могут сложить ни по той документации, которая размещена. Я строитель, да, и мне очень затруднительно, да, понять в тех чертежах, тех масштабах, что же будет. Почему? Потому что людям нужны простые ответы, простые картинки. Вот школа на такое количество людей. Они вот такой квадратик появятся. То есть, и поэтому, вот фактически, вот общественные слушания, они должны быть интересны. И администрации, в первую очередь, тогда, когда застройщик, ну, можем назовем его недобросовестный, приносит не очень качественный проект, нарушающий, допустим, концепцию развития в целом там района, да. И администрации появляется возможность сказать, давай-ка обсудим, ты вот не совсем то принес им застройщика, когда он может на стадии обсуждения, ведь если он заранее обсудит, да, что-то учтет, впоследствии он на стадии реализации проекта, он не получит этого негатива. То есть, он получит положительную историю, да, дополнительную, не знаю, рекламу людей, мнение. То есть, есть же примеры... Как, в конце концов, в следующий раз он не принесет не слишком недобросовестный проект, потому что он будет понимать, что его остановят. Всем интересно. Так, да, Евгений, говорите и прервемся на рекламу. Я хотел сказать, что в медицине есть такое понятие второе мнение. То есть, какой-то врач лечит больного, ставит диагноз, и очень полезно бывает услышать второе мнение от другого специалиста. Так вот, когда выносится какой-то проект на публичное слушание, мы видим один диагноз, один рецепт этой болезни. И очень правильно было бы услышать от другого специалиста другое мнение, которое, может быть, подтвердит этот же самый диагноз. И будет сказано, что да, на самом деле найден оптимальный вариант. И этот оптимальный вариант как раз он и поможет решить те проблемы городские, которые существуют. И я тут могу выразить мнение, вообще, многих коллег. Было очень неплохо, когда в нашем городе работал градостроительный совет. И если городостроительный совет, его мнение, экспертную оценку сделать, может быть, первым этапом этого общественного обсуждения, тогда люди могли бы ориентироваться на мнение специалистов, не на мнение одного лишь автора проекта, а на мнение нескольких людей, которые являются экспертами в этой области. Тогда было бы проще разбираться и оценивать предлагаемую документацию. Городостроительный совет будет утвержден в ближайшее время, на сегодняшний день сформирован как персональный состав, потому что мы обратились за предоставлением кандидатур для вхождения в этот совет как к общественным организациям, так как к органам государственной власти, в том числе и краевого уровня. Завершена работа разработки положения градостроительного совета. Когда заработают, скажите, главное, скажите, сентябрь? По пессимистичным нет, гораздо раньше, самый пессимистичный сценарий это и июль, а оптимистичный это середина июня. Хорошо, прерываемся на короткую рекламу, возвращаемся и продолжаем разговор. Вместо встречи на фонтовой мы продолжаем разговор о застройке в Красноярской жилой, в частности, застройке жилых микрорайонов. Все единодушно говорят о том, что общественные слушания, общественные обсуждения нужны, но давайте тогда перейдем, тут спорить не о чем и будет, и градостроительный совет будет, все будет хорошо, но давайте перейдем к тем решениям, которые вот уже приняли, например, за половину 2018 года. Вот некоторые примеры, очень коротко. В феврале 2018 года Сергей Еремин отзывает сразу 18 разрешений на строительство только у 4-го моста в микрорайоне Тихие Зори. Глава города говорит о том, что плотность застройки там сильно превышена и, помимо всего прочего, повлияет, вот эти новые дома повлияют на экологию. Март, микрорайон Солнечный, на месте школы решили построить высотку, у застройщиков разрешение есть, а людям предложили ждать школу до 2020 года. Вот 18 марта, наверное, все это помнят, жители провели референдум в день выборов президента, набрали больше 3000 голосов за школу, в итоге запретили строить высотку, все тут они вроде бы добились своего. Апрель, улица 60 лет Октября, у застройщика есть разрешение за подписью Олега Животова. Стройка перегородила въезд во дворы и детский сад, жители митинговали, жаловались в мэрию, и вы же, Олег Николаевич, отменили разрешение, оказалось, что экспертиза проекта сделана некачественно. Еще в апреле Академгородок, жилищный кооператив Жуков, запланировал дом прямо на месте Дендрария. И снова у строителей есть все разрешения. Люди жаловались в администрацию, выяснилось в новом генплане этот земельный участок, зона рекреации. И строить здесь нельзя. Вот давайте как-то поймем логику, да, вот в этом. То есть по порядку, да, если вот в феврале Сергей Юремин в целом отменил почти четыре десятка разрешений на строительство, хорошее вроде решение для жителей перенаселенных вот районов. А, например, для строителей это сигнал чего? Как считаете? То есть они как должны были себя почувствовать во всей истории? Юрий, Андрей, вам, наверное, слово скажите. Ну, за всех строителей обобщать, я думаю, не стоит. Кто-то радостно, кто-то грустно. Да. Понятное дело. Но это сигнал того, что дело движется к порядку, или что в любой момент у них могут забрать любую начатую стройку? Я не думаю, что следует придавать значимость сигнала некоему конкретному решению по конкретной ситуации. Конечно, это негативный момент для всего строительного комплекса. Потому что, ну, если сегодня это коснулось не тебя, завтра могут постучаться и к тебе. Поэтому, естественно, весь строительный комплекс очень сильно насторожился. Но есть понимание того, что так, как раньше велась застройка, больше не будет. Поэтому застройщики начинают понимать, что да, где-то если ты не добежал до последней запятой, да, если раньше на авось, то сейчас все понимают, что вот авосья уже не будет. Поэтому, естественно, более грамотно, более четко и внимательно начинают застройщики относиться к всей нормативной базе. Естественно, это большие риски, поэтому все эти риски застройщики начинают учитывать. Так, но когда выдавались эти разрешения на строительство, уже же было ясно, например, что застройка плотная. Как же вот все-таки все это прошло экспертизу и как новые проекты проходят эту экспертизу? Олег Николаевич, может, вы скажете? Попытаюсь нести ясность. Может быть, несколько сумбурно, но тем не менее. Выдавались они в рамках имеющейся на тот момент практики в соответствии с имеющимися как градостроительными, так и техническими ограничениями. Поэтому с этой точки зрения претензий нет. Более того, если обсуждать территорию Тихих Зорь, там отсутствовал утвержденный проект планировки, который вносит дополнительные требования к формированию комфортной среды. И в том числе это позволяло получать те разрешения на строительство, о которых мы говорим. Вместе с тем, хотел бы добавить, что речь-то идет не о 39, разрешений на строительство. Начиная с ноября 2017 года и вот по февраль, когда это вылилось уже в конкретное решение, проанализировано было более 315 разрешений на строительство. И отменено сколько? На сегодняшний день, если брать чисто отмененных, это 43. Если брать тех, которые строители отозвали сами, либо изменили на старте параметры, то это более 80 разрешений на строительство. В целом вместе с 43 отмененными? Да. Поэтому наша задача не угробить строительный комплекс. Наша задача, и слава богу, что этот месседж услышан, все-таки привести к партнерской работе, в том числе с облегчением жителей, потому что точка кипения действительно настала, и она явно присутствует. И я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе и эти люди, у которых эти разрешения на строительство отозваны, спокойно выйдут с новыми разрешениями, но уже в рамках нормальной, согласованной со всеми концепцией освоения микрорайонов. А вот можно уточнить, может быть, вы мне скажете, вы участвуете уже в разработке проектов этих, да? И экспертизу. Кто проводит экспертизу? Нет? Вы участвуете в разработке. Можно разделить. Горазостроительная документация, она не подлежит экспертизе. Экспертизу проходят конструктивы по домам. Микрофон. Но я вам хочу сказать, что сегодня наши нормативы и наши параметры, которые существуют в практике проектирования, они очень многие носят характер рекомендательных, и некоторые из них друг с другом не коррелируют. Поэтому проектировщики и застройщики, они иногда как бы оказываются вроде в рамках параметров разрешенных, а этот параметр там с чем-то другим не соответствует. Поэтому сейчас город в том числе работает над тем, чтобы создать такую вот научную работу провести, создать такой сборник документов, по которым можно как проектировать градостроительную среду. Потому что со мной еще, наверное, не все согласны, что вот этими параметрами можно описать качество среды. И вот как раз если мы обсудим с вами параметры, обсудим с вами нормативы вместе с населением, чтобы мы понимали, какое качество среды мы вместе задумываем. Потому что проекты планировки, они всегда делаются нормативными теми, в соответствии с которыми делаются и которые действуют. И вот в связи с тем, что часть нормативов стала рекомендательными, и часть не коррелирует. Иногда получаются такие решения. То есть, в принципе, на самом деле нужно некий общегородской референдум провести, именно чтобы понять основу, на базе чего. Безусловно, понять, какое качество среды, сколько мы должны иметь зелени, сколько мы должны иметь набережных, какое количество метров квадратного дворового пространства на человека. 7 или 22? Ну, то есть, это есть большая разница в комфорте, да? Но, опять же, надо понимать, сколько это стоит. Это будет у городской власти понимание. Муниципальные нормативы градостроительного проектирования у нас разработаны уже, я так понимаю, давно, и сейчас ждут утверждения. Вот, Олег Николаевич, может быть, нас посвятит, когда они будут утверждены? Действительно, нормативы местного градостроительного проектирования разработаны. Мы немножко встали на паузу, поскольку речь идет о более целостном формировании всего правового каркаса. Здесь нельзя обойтись и без правил благоустройства, и требований к архитектурному облику. Что касается именно местных нормативов предоставительного проектирования, нас тут немножко притормозил краевой уровень, поскольку есть у нас региональные нормативы утвержденные, и на сегодняшний день край заходит на корректировку этих нормативов. Чтобы не войти в конфликт, ну, конечно, такое достаточно условное определение, но, тем не менее, чтобы это сработать вынесло, мы немножко вынуждены подождать. То есть, причем это достаточно короткий период времени, учитывая вообще безвремение, которое до этого происходило. Я думаю, месяц-полтора не повлияют серьезно на ситуацию. Ничего нового не успеем утвердить и согласовать на общественные слушания. Да, нормальные вещи, которые будут удовлетворять требования. Ну, а с другой стороны, ну, есть же, я сейчас, может быть, веду себя так же, как участники общественных слушаний, устраивая балаган, но, тем не менее, вот смотрите, всем же понятно, что каждый нормальный человек хочет, чтобы у него был двор не 7, а 20 квадратных метров, а лучше еще больше, да, большой двор, чтобы была школа, чтобы была больница, чтобы были нормальные дороги, по которым можно выехать и въехать в микрорайон, да. Чтобы дома стояли не в окна, в окна. Но ведь это все, оно же понятно, что оно должно быть. Почему мы ждем все время чего-то, чтобы, ну, каких-то норм и всего остального. Нельзя как-то вот по-человечески сказать, все так строить нельзя. Не надо больше строить то, что жители вот Южного берега громко и очень образно назвали человениками. Я думаю, что тут проблема в том, что большая инерционность. То есть вот разработали нормативы, их утвердили, потом по этим нормативам что-то запроектировали, потом построили и проходит 5 лет для того, чтобы оценить вообще качество этого нормативного документа, этого продукта. Построили через 5 лет, потом оказалось, что эти нормативы обладают определенными дефектами, и что-то нужно корректировать, и откорректированный результат мы сможем опять получить там лет через 5. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно идти от обратного. То есть сначала нужно создать некий образ, некую модель, смоделировать ту среду, которую мы хотим получить, а потом ее уже описать в нормативных документах. Что это должно быть такое? Потому что на сегодняшний день вообще парадоксальная ситуация. Вот зоны Ж4, они имеют параметры... Так, расшифровывайте сразу. Это жилая зона А4, это повышенной плотности. У нас практически весь город покрашен в этот красный цвет, это самая зона Ж4. И там в наших правилах застройки и землепользования обозначено, что это минимальная этажность 9 этажей. То есть 9 этажей и выше, без ограничения, с коэффициентами интенсивности 1,5. То есть это с 1 гектара можно снять 15 тысяч квадратных метров на продажу. Жилья это миллионит. И получается, что этот параметр, он никаким образом не стремится к тому, чтобы застройка была каким-то образом гармонизирована. И тут каждый застройщик, он решает, в силу своих технологических возможностей или экономических причин, будет он строить 50 этажей. Ну, чаще всего из экономических же правильных соображений, 24 этажа, высоточка встанет. То есть мое сообщение только о том, что нормативы, к сожалению, они не направлены на то, чтобы получать какую-то гармоничную городскую среду. Давайте я просто поясню, чтобы было понятно. Как застройщик, где-то у меня по инсоляции не проходит 9 этажей. Ну вот не проходит все, потому что у меня вот один дом, он высокий, а второй на этом же участке, он должен быть низкий, потому что нормы освещения не проходят по нормативам. И мне для того, чтобы построить этажность ниже, вроде бы для всех хорошо, для города хорошо, для жителей хорошо, да, меньше плотность. Но мне для этого нужно проходить публичное слушание на изменение предельных параметров. То есть это вот то, о чем сейчас было сказано. То есть, наверное, нам где-то нужно подработать еще и ПЗЗ. Ну, Олег Николаевич, может быть, что-то сказали. Все время осторожно, коллега Николаевича. Я об этом и говорила. Это как раз параметры, которые тоже связаны с нормативами. И они у нас сегодня несовершенные. Ну, так случилось. Их утверждают депутаты. Нормативы недоработаны. Поэтому вот эти процессы и происходят. И нужно вносить изменения. Причем изменения где-то возможны. Пройти публичное слушание, где предупредит человек. И возможно нарушить вообще всякую логику. То есть вот это есть. Нужно их совершенствовать, нормативы. Ну, я добавлю, что как раз тема корректировки ПЗЗ. Вот я об этом говорю, да, все вместе. Тема снятия конфликтов в имеющемся, утвержденном генеральном плане. То есть это все сейчас в составе, именно в процессе живой работы. Учитывая регламентные сроки и прочие ограничения, то есть к реальным результатам по некоторым вопросам мы, дай бог, придем к середине 2019-го, а то и к концу 2019-го года. То есть точки приложения усилия дифференцированы по принципу быстрых решений, средних решений и длительных решений. И, безусловно, речь про ПЗЗ и, опять же, зоны в генеральном плане, потому что есть понимание ограничения этажности. Но ограничение этажности не с целью, чтобы все это запретить, а с целью, опять же, введения дополнительной процедуры обсуждения. То есть когда будет каждая индивидуальная застройка обсуждаться и подвергаться пристальному, в том числе, и профессиональной оценке. При этом в отношении, ну, понятно же, хотелось бы, тоже нельзя уходить от садспектов экономики. Да, безусловно, мне тоже хотелось бы ездить на Мерседесе, жить в пентхаусе, квадратов 220, но я езжу на Субаро, живу в квартире 72 квадратных метра. Поэтому без экономики, как бы нам это ни хотелось, никуда. И здесь, естественно, очень многофакторная схема поиска компромиссов между желаниями и возможностями. И вот мы-то сейчас как раз к этому призываем, потому что, ну, сложно обвинить тех же застройщиков в том, что они не любят этот город и стараются всячески ему навредить. Но когда других требований не предъявляется, а почему бы немножко не пошалить, что называется. Когда это, априори, исключена возможность, тогда сразу же возникает нормальный, прагматичный, практичный диалог. И в этой связи, то есть, есть все надежды на оптимизм, что рано или поздно, но все-таки грамотные, взвешенные, понятные градостроительные политики с четкими, понятными правилами для всех мы все-таки придем. Хочется быстро, хочется быстро, как всегда, хочется сразу. И миллионерам хочется стать, проснувшись утром. Но путь нелегкий, но я думаю, что мы его совместно пройдем. Ну, ваш запрос насчет миллионерства Мерседеса и Пентхауса мы поняли, но тем не менее. Вопрос. Вам же надо декларировать свои доходы? Мы через год, например, посмотрим на них. Самое главное, чтобы для всех были одинаковые правила. А сейчас они разные для всех. Сейчас их недостаточно, они регулируют процессы, поэтому вот в тех местах узких, где нету регулирования, вот там как раз не все равны. Вот я примерно... Вот то, что Олег Николаевич говорит... Андрей Геннадьевич хочет сказать следующее, что у нас ряд застройщиков, идя на пожелания и как бы требования, в том числе жителей, со старта понимать условия проживания в том или ином районе, идут на разработку проекта планировки. Благодаря проекту планировки получают сами себе целую кучу ограничений, и потом мужественно их соблюдают и строят в соответствии с этими ограничениями. А ряд застройщиков, поскольку нет обязательности или была возможность строить в отсутствии утвержденного проекта планировки, просто строят и особо не заморачиваются. И особо не заморачиваются. У меня вопрос к... Так, Виталий Чеусов, да? Вы... Нет, сейчас руководитель портала недвижимости Александр Шляхин. Да? Да. Вопрос к вам. Вот смотрите, насколько... Вот спрос и предложение, да? Насколько вот это все то, что сейчас строится, высокое, с миллионом квартир, с маленькими парковками, с маленькими дворами, с перспективой школы в 28-м году, насколько оно пользуется спросом, и есть ли какая-то возможность, ну, условно говоря, покупателям сказать, нет вот такой застройки? Или выхода нет, только такое, и все? Или денег у покупателей нет на большее? Хочу сказать, что все застройщики строят по нормативам, по одинаковым нормативам, но в результате получаются совершенно разные проекты. Все равно, но есть равные, да. Совершенно разные проекты, да. Где-то вот высотки, плотная застройка, где-то закрытые дворы, при этом многие проекты по цене абсолютно не отличаются. Да? Не буду называть, знают эти проекты горожане. И при этом я хочу сказать, что, да, последний год стоит отметить, что многие застройщики задумались, что же они строили. Потому что вот это бесконечное желание строить однокомнатные квартиры, оно постепенно стало угасать, после того, как вот инвестиционная составляющая, люди насытились, да, люди стали требовать квартиры для жилья, требовать комфорта. Для себя покупать квартиры. Почему люди приходят на общественные слушания? Потому что они хотят комфортного жилья по соседству, да, и в перспективе... Вот, допустим, обсуждал с университетскими, как район. Люди не только пришли там, значит, садоводы, которые их интерес затрагивают, но и те, кто по соседству живет. Мы интересовались у людей, брали интервью, они тоже рассматривали в перспективе переехать в этот район. Но когда они увидели, что им предлагают, да, они явно высказали, ну, негативные отношения, потому что есть примеры гораздо лучшего, комфортного, да, там, по-европейски построенного. Поэтому, безусловно, тут я еще хочу повторить, недавно такая мысль звучала, вот на прошлых слушаниях из застройщика, что, как любой коммерсант, застройщик, он нацелен на прибыль. Здесь нет ничего такого страшного, да, но до тех пор, если администрация не ограничивает его в желании, там, зарабатывать, да, чрезмерно и так далее, он будет делать все, что, как сказать, ему дозволено, то, что ему не запрещает. Поэтому здесь большая роль администрации, она именно должна эти правила четко фиксировать. Застройщик может сделать чуть красивее, чуть, там, дороже плитку, какую-то концепцию применить, но вот ограничения эти все... Правила игры? Правила игры. За властью, правильно? Да, вот за властью. Хорошо, прерываемся на короткую рекламу, Юрий, выслушаем вас потом, и уже, наконец, выясним, есть ли какие-то готовые, хотя бы понимания, какие будут правила игры в дальнейшем. И заключительная часть нашего разговора о застройке, о жилой застройке, о застройке жилых районов в Красноярске. Юрий, вы хотели добавить, мы как раз говорили о том, что рулить всем должна власть, правила должна определять власть. Я просто хотел добавить, что не стоит недооценивать мощность покупательскую сегмента тех жителей, которым, в общем-то, по-прежнему остается плевать на условия, и для которых цена квартиры решает вообще все. И вот этот спрос, в чем-то он подпитывается материнским капиталом. Многие, большинство из этих людей берут квартиру на вырост маленьким детям, когда-нибудь через 15 лет им вообще, не важно, как там жить в этом микрорайоне, этот спрос есть, и он до сих пор мощен. И пока он есть, эти люди будут нести свой рубль, в общем-то, как бы за любой сковоречник, лишь бы цена конечной квартиры, квартиры не квадратного метра, была как можно доступнее. И это, к сожалению, этот фактор, будет расти прогресс, будет расти осознанность гаража, но этот фактор был, есть и будет. Найдется всегда много покупателей, которым важна дешевизна. Да. Соответственно, да. Да, тут бывает, что здесь немножко нет смысла искать, наверное, одну виноватую сторону, потому что процесс... Никоим образом. Да, он всегда, ну не всегда, он следит, наверное, из трех частей, трех основных игроков, можно сказать. То есть это жители, конечно, кто покупает квартиры, кто голосует рублем. Это, естественно, строители, кто выбирает, как строить, что строить, за какую цену. И, конечно, это администрация, которая должна регулировать, смотреть на процесс в общем, что происходит в городе. И как бы у жителей будет всегда желание купить дешевле, но хотя сейчас в последнее время мы видим, что жители надо обращать внимание не только на саму квартиру, но и на то, что происходит вокруг. То есть они даже не столько школы, сколько там, какой двор, как он там закрытый, не закрытый, кто будет рядом жить. Можно ли выехать, нельзя ли выехать. Да, то есть там вообще там транспорт рядом, что, кстати, тоже очень важно. И то же самое со стороны застройщика. То есть застройщик может определить, как он будет строить, как это будет удобно, неудобно. То есть и администрация может уже выделять там, не знаю, какие-то другие, влиять на другие составляющие и регулировать со своей стороны этот вопрос. Так, давайте вот коротко подытожим. Есть еще один большой вопрос, на который у нас не совсем слишком много времени. Правильно я понимаю? Итак, градостроительный совет, это летом точно он будет. Правильно? Новые правила, новые нормативы, по которым будет вестись застройка, обобщенные, это когда? Не застройка, нормативы градостроительного проектирования. Это те правила, по которым будет осуществляться проектирование. Это когда? Я думаю, что это до сентября-октября. Ага, то есть это уже все перспективы этого года. Да. Так, давайте мы вот какой вопрос попробуем понять, как же все-таки сделать так, чтобы социальная инфраструктура, это вот очень важная история, которая беспокоит каждого, кто покупает, что вы так улыбаетесь. Меня тоже беспокоит. У меня маленький ребенок, мне нужно будет везти его в школу. Когда горел Ярыгина, я не могла выехать из Пашиного. Я хликнула все здесь. Как и простые все красноярцы. Итак, как сделать так, чтобы социальная инфраструктура догоняла все-таки жилье? Потому что сейчас не секрет, жилье растет, ни школ, ни больниц, все идут в существующие. И ждут 20-го года, 28-го года, чего бы то ни было, ждут. Как все-таки это синхронизировать? Это крайне важно людям. Мне кажется. Вопрос понятен, да? Желание тоже понятно. Решение сложно достижимое. То есть, опять же, исходя из общего объема вводимых квадратных метров жилья в год на территории города Красноярска, это в разные периоды цифра скачет, но в среднем это не менее 800 тысяч квадратных метров. Это сколько садов и школ и поликлиник нужно строить, чтобы догнать вот ежегодно? Татьяна Павловна, быстрее меня сориентируется. Ну-ка. На 30 разделим, это будет у нас человек. Микрофон? На 30 разделим, да. Я поправлю, Леонид Николаевич, ну, 800-то мы уже давно не сдаем. Ну, то есть сдаем, но в среднем... Ну, хорошо, ну давайте, сколько сдаем? Ну, пусть даже 600 на 30, вот мы получаем, чего там? Людей 200... 20 тысяч. 20 тысяч. 20 тысяч. 20 тысяч, ну, это, по крайней мере, две школы и штук 6, наверное, садиков. Каждая школа, это полтора миллиарда. Поликлиники, ну, там одна, наверное, получится на 20 тысяч поликлиника. Это каждый год надо. Каждый год две школы, 6 садиков, поликлиника. Итого? Детский сад, стоимость 300 миллионов, школа полтора миллиарда, то есть таким образом, это около, опять же, арифметика, 6 миллиардов ежегодных вливаний только в сферу социальную. Плюс дороги, сети. Плюс дороги, сети и все остальное. Население у нас так не увеличивается. То есть вот на 20 тысяч населения город не прирастает. Потому что, учитывайте, что из тех квадратных метров жилья, которые вводятся... Даже если мы все поделим на двое, нужно 3 миллиарда. Население у нас, Андрей Геннадьевич, не увеличивается. Но люди-то, исходя из того, что сказали коллеги, покупают как раз дешевое жилье в новых микроргионах, не обеспеченных ничем. И проснувшись однажды утром, после того, как первая жажда обеспечения себя жильем прошла, и посмотрели в окошко, и поняли, что у них в ближайшей перспективе ничего не предвидится, вот тогда начинается осмысление и предъявление требований. И возникает вопрос, то есть то, о чем говорят коллеги, что со старта приобретая, почему мы и говорим за открытые и честные правила. Мы со старта должны людям говорить честно. Школы не будет. А, Евгений, а почему вы так смирались? Нет, почему не будет? Будет тогда-то. Почему так смешно было человеку? Мне смешно не было, на самом деле. Ну, в смысле, вы как-то так улыбались, да? Я понимал, что это вообще тупиковый такой вопрос, на который ответа нет. Я вот думал, что очень сложно будет отвечать. Тут нужно вот эту вот систему приводить в какое-то... Еще один час чисто по этому вопросу. В какое-то соответствие. Есть финансирование бюджетное, есть финансирование, которое собирают инвесторов, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья. И почему-то вот эти частные инвестиции, мелкие, они многократно увеличивают, превосходят возможности бюджетного финансирования. И либо нужно тогда строительство тормозить, да, строительство жилья, чтобы жилье не убегало вперед. Либо в цену квартир включить школу, да? И таким образом. Кстати, вот у голландцев есть такой вариант. У них порядка 30% от стоимости продажи квадратного метра жилья, они отдают в муниципалитет для того, чтобы муниципалитет за эти деньги строил инфраструктуру. Но наши застройщики скажут, что мы платим налоги вообще за налоги. И люди, кстати, тоже скажут, что мы платим налоги еще и сюда тоже. Было такое положение? Вот минили судом. 56-е положение было. 56-е, по-моему, да. Это было положение и в Москве. Но на сегодняшний день федеральное законодательство этого не предусматривает. То есть социальные объекты, инфраструктурные объекты, они строятся за счет бюджета разных уровней. Если мы говорим про... Все-таки я хочу пояснить, что у нас идет переселение аварийного фонда. И достаточно сильное переселение. То есть, посмотрите, 456 домовладений только по Волочаевской было расселено. В год расселяется достаточно большое количество бараков. Как по частной схеме РЗТ, так и по федеральной программе переселения из аварийного. Хочу вам сказать, что от года к году это 30% в среднем точно есть. Поэтому надо понимать, что 30% из этих 20 тысяч жителей, 7 тысяч, это те, которые из одного района, из Ветхого, переехали в другой район. Поэтому, если мы берем еще один аспект, это увеличение площади одной и той же семьи. Она из однюшки переезжает в двушку, из двушки в трешки. Вы хотите что сказать? Что не надо так быстро все строить Я хочу сказать, что из тех квадратных метров жилья, которое вводится, не обеспечено социалкой, получается в лучшем случае половина, а то и меньше. Но люди бьются в каждом... Я против... Сколько не обеспечено? Дело следующее, что у нас сегодня в школе работают две смены. Они не должны быть. То есть, это уже отставание. Если вы снесли бараки и переехали жители в другое место, то в этом месте возникает дом. И там появляются другие жители, которые приехали сюда. Которые пытаются прийти в ту же школу, которая там есть. Поэтому, знаете, обеспеченность мы считали, мы не обеспечены в целом. И действительно... Если все-таки отвечать на конкретный вопрос, что будет делаться для обеспечения этой потребности, то в кратком изложении примерно следующий алгоритм. Есть возможности бюджета, которые однозначно максимально используются. Второй способ, это все-таки более активная работа с застройщиками в плане привлечения частных инвестиций для строительства объектов социального назначения, которые в оговоренный период будут выкупаться. То есть, если школа запланирована... Подождите, как получается, школа, если запланирована, например, в 28-м году? Да. Вы строите дом, строите школу, а вы ее выкупаете в 28-м году? До 28-го. До 28-го. То есть, есть некий график. Понятно, что застройщик... А строители готовы на это? Конечно, готовы. Застройщик, он понимает, что его капитализация, чем ближе у него школа и садик, тем выше у него будет продажная цена. Это же логично. Соответственно, на сегодняшний день есть микрорайоны, например, солнечные, где вся земля частная, в том числе и по проекту утвержденному, проекту планировки, частная земля, там, 3 гектара под школу. Соответственно, застройщик, если он грамотный и правильный, он говорит, хорошо, я ее построю, а город у меня с рассрочкой выкупит за такую-то цену до такого-то года. Но я четко буду понимать, что у меня мой микрорайон, он будет продаваться дороже, потому что у меня во дворе школа либо садик. Понятно, что юридический механизм и финансовый непростой, и вот он сейчас является основным камнем преткновения. Но я думаю, что на это головы и есть совместные, и эта тема в ближайшее время начнет уже реально реализовываться. Более того, что несколько в другой, с более короткими периодами, она уже начиталась, я напомню, что Сибиряк и Кульбыстрой на сегодняшний день строят школы с последующим выкупом. Но здесь период денег короткий, то есть, грубо говоря, полтора, максимум два года. Мы же сейчас ведем речь о более длительных периодах, которые требуют более тщательной проработки всех вопросов, поэтому думаю, что решения будут. Вот осталось у нас немножко времени, я буду благодарна, если мне подскажут сколько. Да, 4 минуты. И история в чем? Вот смотрите, хорошо. Про школы. Я поняла, что это тоже прорабатывается, про сады. А поликлиники, кстати, можно строить таким же способом? Поликлиники тоже можно строить таким же способом, но пока у нас объекты здравоохранения на сегодняшний день относятся к региональному. К региональному, да? Все. Я имею в виду, что за счет строителей это уже региону надо будет договариваться. Хорошо. Все-таки, вот смотрите, и так, сказали, вы озвучили, да, что порядка 80 разрешений на строительство, то есть это 80 домов, правильно я понимаю? Они либо отозваны, либо пересмотрены, подкорректированы. 43 отозваны. Да. Остальная часть пришли к консенсусу. К консенсусу. Все-таки, тем районам, которые уже устоялись, которые уже, в них давно живут люди, им чего ждать? Той же точечной застройки, точечных высоточек в них не возникнет? Вот давайте в этой части, в конце программы как-то поймем. Я вот не один раз говорю и пытаюсь всегда уйти от этого термина, который не имеет градостроительного толкования или юридического толкования. Нет такого понятия строительство, точечная застройка. От реновации территории никто не уйдет. Самая главная на сегодняшний день задача, опять же, и появление этих объектов подвергать максимально широкому обсуждению. Потому что уйти от этого нельзя, иначе мы превратим наш город в город-бублик, когда мы будем новыми районами прирастать в периферию, а центр будет деградировать. Поэтому здесь только взвешенная и опять же открытая политика, потому что исключительно нельзя. Но люди всегда будут против, чтобы рядом с их домами росли еще дома, потому что это уплотнит и так, без того, плотную застройку. У нас же что, Ж4 у нас? Все красным цветом? Ну, я бы, наверное, так не кошмарил бы все-таки наших людей. Большинство все-таки, я думаю, у нас здравые и понятные. При наличии диалога всегда можно прийти к соглашению, если этот диалог присутствует. Когда нет этого диалога, и люди видят принятые решения в виде уже реализуемого проекта, когда их мнение не спросили, ну, конечно, это вызывает бурю эмоций и взрыв негодования. Процесс обсуждения на это и на это наценен, потому что город, он и подразумевает необходимость договора. Очевидно, что добавили. Я вообще хочу поддержать Олега Николаевича, потому что, на самом деле, точечная застройка, это застройка, которая в существующем городе, это практически единственный вариант для того, чтобы как-то регенерировать городскую ткань. Если мы скажем, что точечная застройка, это не наш путь, это приведет как раз к тому, что городская территория будет деградировать. Вот другой вопрос, что за точечная застройка, какого она качества, что происходит с окружением. Если это застройка, которая ухудшает качество среды, конечно, это плохо. А если эта застройка приносит что-то новое, увеличивает комфорт, качество, еще что-то, и не создает дополнительные проблемы на существующую инфраструктуру, какие проблемы. Насколько вот я был на публичном слушании, люди всегда очень болезненно воспринимают любое строительство, потому что они говорят, будет больше машин, будет больше пробок, будут больше очереди в школы, в поликлиники, поэтому мы против. Ну и людей понять ведь можно в этой истории. Если строительство жилья будет протешено. Нет, так протестировать в школу, например, на примере простого примера. Сюда же люди поедут везти детей, нам не надо, чтобы здесь ездили машины. Они не хотят, чтобы строили школу. Понимаете? То есть доходит до маразма. Люди в принципе не готовы ни к какому строительству у себя под окнами. Да, но люди всегда не хотят. Это психологический аспект. По поводу реновации, я могу сказать, что... Очень коротко, когда сейчас у нас... Да, очень коротко. Реновация, на самом деле, она прописана в градостроительном кодексе. Вот. Есть схема РЗТ, и сейчас есть схема КРТ. Не положено в городе иметь деревянные дома, поймите правильно. Поэтому... Все правильно понимаю. Друзья, давайте так... Я благодарна всем гостям, которые пришли. Я надеюсь, что это не последний разговор о застройке. Но на этом сегодняшняя наша беседа подошла к концу. И тем же, у нас застройки велика, говорить будем о ней много. Но люди, конечно, ждут не разговоров, а действий. И действия эти, я надеюсь, сделают нашу жизнь комфортнее. Спасибо вам всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова